Добрый вечер. У эфиры программа для тех, кто текает за станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы будем делиться актуальной информацией по разных темах. Глядите в выпуске. Какие проценты в бюджете Гомельской области складают податки и какая частка насельства их платить, расскажет экономист. Что такое электронные рахунки фактуры податку на добавленную вартость? Кто должен их платить и как правильно это сделать? Доведуемся у специалистов. А так само правонаем цены на рыбу, садовину, мясо и городнину в новой Гомельской краме «Радуга» и на Давыдовском рынке. А зараз до подрабязностей. Новые ставки податку с нарыхтовщиков, владальников собак, а так само курортного распрацовывают мясо и советы депутатов Гомельской области. Так, податок за 4-х лапа гасябра у взрослом от 3 месяцев будет вагаться от 1 десятой до половы базовой величины у залежности от по меру. И платить его будут не у всех господарых собак. Вызвали на отпадатку инвалиды первой и другой группы, а так само семьи, которые выховывают детей инвалидов. Ветераны Великой Чинной войны, шмадетные семьи и же хары приватного сектора. Платильщиками сбору с нарыхтовщиков з'являются организации и индивидуальные предпринимательники. Объект обкладания сбором – промысловая нарыхтовка, альбо закупка дикорослых рослин, грыбов и техничной лековой сыровины. Ставка складе 5% от кошту агульного объема продукции. Платильщики курортного сбору физичные особы за выключением тих, кого на оздоровление и санаторное курортное лечения отправляют бесплатно. Податковая база вызначается у ответственности с коштом путелки. Коли она не оформляется, то заходячи с кошту отрыманных послуг. Например, в Светлогорском районе ставка этого сбора в кладе 4%. Сбор не берется с людей, которые отпочивают по путелках, набытых за наявный разлик из неполногодовых детей. А кроме того, в метах развития бизнеса предугледжены особливые режимы податка обкладания. Его спрошенная система – один податок для индивидуальных предпринимательников и других физических особов, один податок для вытворцев сельско-господарской продукции и другие. Названные виды податков и сборов формируют пробитковую участку бюджету Гомельской области. Так, на податковые поступления припадает около 80% дохода в бюджету. В этом году в 2016 году 31% податок на доданную вартость, 23% подоходный податок и выше за 15% акцизы. Формирование бюджету Гомельской области в этом году обеспечивают около 462 тысяч платежиков. В этом году свыше за 19 тысяч организаций, 27 тысяч индивидуальных предпринимательников и около 410 тысяч физических особ, которые выплачивают майомысные платежи. ГТС Роткины кироваются на финансовании национальной экономики, жильево-коммунальную господарку и будовництва, охову здоровья, адукацию, спорт, культуру и социальную оборону насельництва. Доходы и расходы республиканского бюджета регулируются законом о бюджете Республики Беларусь, а мясцовых затверждаются депутатами областных советов. Важным аспектом эффективного функционования податковой системы державы з'является податковая культура насельництва, под якой варта разуметь досвеченность платежиков относно своих податковых обовязков и готовность доброахвотно выплачивать податки для выконания функций, ускладенных на державу. А кроме того, не варта забывать, что податки выконывают не только фискальную, но и регулирующую функцию, накереванную на садейниче, неразвитю бизнесу, повеличение добробыту насельництва и поляпшение узровню его життя. У протяг темы податка обкладанья. Кожный месяц беларусы бачат у своих развлековых листах одные и теж проценты. 13 – подоходный податок и один – отличение у Фонд социальной обороны насельництва, який выплачивает нам пенсии, допомоги и больничные. На самой справе фонд, отрымливая значительно больше грошей, от кожного працующего беларуса. Просто выплачивают их наймальники за свой кошт. Что месяц, яны перелечают туда 34% от зарплаты кожного супрацовника. А кольки процентов выплачиваются работниками и наймальниками у инших краинах? Доведуемся с наступной таблицы. У студии Марина Северьянова протягиваем выпуск. Одно из самых актуальных пытаний, якою обмерковывается зараз на предприемствах и организациях, а так само сирот индивидуальных предпринимальников, электронные рахунки фактуры по податку на добавленную вартость. С 1 липеня по-новому треба буде оплачивать этот податок при реализации объекта у тым лику на экспорт, при увозе в Беларусь товаров, а так само при набыти на территории нашей краины и продукции у замежных организаций, які не знаходяться на податковом уліку. Форма электронного рахунку фактуры, а так само аппарадок, як у створения и заполнения на специальном портале, худко установить в Министерство по податках и сборах. Чым выкликана необходность, яго увядзення, и те есть ответный механизм у інших краинах. Слово специалисту. Электронные счета фактуры, а также автоматизированные системы камерального контроля уплаты налога на добавленную стоимость уже давно внедрены в таких странах, как Азербайджан, в странах Евросоюза с 2010 года, в Российской Федерации с 2012 года и в Казахстане с июля 2014 года. Четверть поступлений, контролируемых налоговыми органами Республики Беларусь, составляет НДС. Это значительный доходный источник в бюджете, и его зачетный возвратный механизм этого налога предусматривает в том числе возмещение НДС из бюджета. И недобросовестные платильщики при участии лжеструктур манипулируют налоговыми вычетами и занижают в результате суммы НДС куплаты в бюджет, а также получают необоснованное возмещение этого налога. По выниках минулого года податковая служба Беларуси испынила необгрунтованное вертание с бюджету податку на добавленную вартость на сумму свыше триллиона рублёв. Утымлику податковыми органами Гомельской в области каля 500 миллиардов. Уведение электронных рахунков фактур дозволить не допускать спробы махлярства. Такий опыт наше министерство выучало у податковых органах Азербайджана. Проверка полнаты платы податку будет житовляться автоматично. Так само плательщик у режиме онлайн сможет отрывливать попередживание образы ковности экономичных относинов с особными контрагентами. Простыми словами с потенциальными партнерами позделцы. А кроме того, попередживая специалист не обходно памятать об терминах выставления электронных рахунков. Электронный счёт фактура создаётся не ранее дня отгрузки товаров, работ, услуг и не позднее 5-го числа месяца следующего за месяцем дня отгрузки товаров, работ, услуг. Больше подробязанную информацию можно зайти на сайте Министерства по податках и сборах Республики Беларусь в специальном разделе, який так и называется электронные рахунки фактуры. Альбо у податковых инспекциях по месту регистрации юридичного адресу. А зараз отправимся у подорожа на Давыдовский рынок и в новую краму «Радуга», что в 96-м микрорайоне Гомеля. Белорусские яблоки зараз тонейшие у краме 13,5 тысяч рублей. На рынку от 15 до 18. Стартовый кошт Киеве у краме 30 тысяч, как и на Давыдовском. Недорогие апельсины по 24 тысячи знойдем у Радузе. Бананы и груши купляйте, где больше зручно. Цены прикладно однольковые. Цибуля, морква, бульба по большевыгодным коште на рыночных родах. А вот яловичные и курины, фарша так само чвердь, грудка и филе курицы зэкономить ваш бюджет при набытии их у краме. Для любителя у рыбных страв горбуша у краме на 15 тысяч тонейшая за рыночную. 70 тысяч супрать 85. Цена на скумбру адрозневается неазначна. А селья Дец больше выгодно купить на рынку. На этом сегодняшний выпуск завершен. С вами была Марина Северьянова. До сустречи. Простый день.